Привет, девчонки! Меня зовут Елена и у нас сегодня осенний дизайн. Прикольный, кстати. Потому что он был на моих руках и клиентка его тоже захотела. Пальчик к нам не вернулся. Не помню, что это было, почему не вернулся. Но это не важно. Это клиентка у меня, которая... Я все борюсь, борюсь, а ничего не держится. Говорила как раз в прошлом видео, что когда она вернется, я на ней использую гибкий гель. Еще рассказывала, что я пометила там ГЭИ и ЖЭИ на баночках. И походу я забыла. Как раз в тот день вернулась, и я забыла, что я это хотела. Мне надо все записывать на память, просто куриная. Но у меня есть гель, который прекрасно держится вообще на многих девчонках. Я подумала, почему бы не его. Так надо записать, что если он плохо держится, то попробовать гель с пометкой ГЕИ. И вот этот гель у меня замес. Не помню, что там в этом замесе, но он держится просто обалденно. И консистенция у этого геля очень приятная. Когда-то было дело, не помню годик, сколько назад, я его замутила и забыла, что там внутри. Обычно я, в принципе, записываю. Но, видимо, не в этот раз. И тут я решила, пока там большой пальчик, что вот, да, мы же делаем гель прозрачный. Я использую однофазный гель на ней. И вот тут хорошо видно, что ноготок, в принципе, очень хорошо там вцепился, да, этот гель в ее ногтевую пластину. Но там прям видно, что он отстает. Что, видимо, или удар, или вот то, что я подозреваю, подозреваю, что у нее из-за повышенной влажности большие отслойки. И вот я там пытаюсь его отковырять. Он прям конкретно там впился. Но, тем не менее, уже отстает. И хочешь, не хочешь, это все надо обязательно снять. Пусть само я не хочу, да. И вот бережно, да, я видео увеличила, ускорила. И получается так это все. Я не брежно делаю, но я делаю это очень аккуратно, чтобы, не дай Бог, не поранить ногтевую пластину. Слава Богу, там у нас ничего не завелось. Но иногда, нет, нет, можно это упустить. Ну, в плане пропустить и не заметить. И вот тогда будет попа, да. Это такие вот моменты, где, в принципе, я советую, если мастер не так сильно со стажем, то вот использовать как раз для этих целей такие полупрозрачные гели, чтобы вот такое вот можно было увидеть и устранить. Я там боролась с ним, юптер-пуптер. Пока я его отковыряла, я не знаю, сколько времени пришло. Вот, наконец-то. И, естественно, уже ноготь сравнять хорошо, убрать все отслойки, даже малейшие. А тут немного заболело. Но, надеюсь, это не сильно слышно в озвучке. Так. Я там мучилась, снимала его аккуратненько. Что-то, не дай бог, ничего не поранить. В этот раз я использую вот такую вот фрезу. Поверьте, когда я начинаю озвучивать, да, там фреза почка, фреза поченочки, я просто забываю. Я когда тоже вот вчера делала монтаж видео, такая сижу, думаю, да ёптер-моптер. И эти названия, самое главное, не то, что я озвучиваю правильно название этих фрез, а то, что вы видите, ну, эту фрезу. А там уже, мне кажется, у каждого своё название. И если вам такая фреза интересна, вы всегда можете купить у любого производителя, у которого вы постоянно покупаете. Эту фрезу в последнее время я прям обожаю, да, ну, вот ту, которая как-то была, типа почёночек. Она реально обалденно снимает птеригии и приподнимает также кутикулу. А потом уже вот такой вот, я там засомневалась, что это пулька, назвала её пулькой, я уже дочищаю птеригии, которая там из-под кутикулы высовывается. И уже потом, походу, шариком я забыла показать. Потом это, который торчащая, выявляет из меня рассказчик. Которая торчащая, такая кутиковая, я уже её срезаю шариком. Ножничками я стараюсь не пользоваться, потому что, потому что. Теперь приступаем к маникюру. Я на ней использую ультрабонд. По-моему, в последний раз. По-моему, в этот раз, когда я на него приходила, это, по-моему, оно и есть, я на ней использовала уже базу от Julefin. Чёт мне на неё большие надежды. Этот X-Bond от, чё там, фирмах Акцент, мне очень понравился. Но баночка заканчивается. Этот гель стоит 30 евро. И я вот подумываю, стоит ли от прадедого клиента, ну, или там двух, покупать эту баночку. Вот мой замес я показала. Гель классный. Не помню. Может быть, там какой-то гель. Ну, короче, не помню. И вот я начала достраиваю ей кончик, потому что мне нужно достроить боковые параллели, а уже вторым слоем я уже сделаю, дострою апекс. Гель такой податливый, классненький, удобненький. Я там, по ходу, блёсочек намешала или туфтирка была. Вообще не помню. Но я решила его израсходовать, чтобы намутить чём-то ещё. Хотя у меня геля много, но в последнее время мне нравятся такие полупозрачные цвета. И у меня много таких гелей, которые, ну, такие, не полупозрачные. Я бы хотела их там замутить, замешать. Вообще голос сел. Сейчас бы писать, курить меньше надо. Не могу я меньше, могу больше. И вот, также второй ноготочек. Также я сначала делаю пирожочки. И потом эти пирожочки будем опиливать. Хоть и гель такой стоячий, но тем не менее ясень-тресень в лампе он убегает. Кстати, я видела то видео, которое выходило недавно. Ну, типа про то, что там гель-лак вреден, не вреден. И я решила не хайпить, да. И не буду я эту тему затрагивать. Я считаю, для информации, да, видео можно посмотреть. Я его не смотрела. Мне эта информация не нужна. Но хайпить на этой теме я не буду. Правда? В общем, и вот тут я наращиваю ноготочек. Как видите, он там вдрызг весь испорченный. Там уже держаться вообще ни на чем. И донаращиваю я это полигелем, который я очень люблю. Этот молочный с блёсточками. Вот мне кажется, этот молочный без блёсточек был бы еще шикарнее. Хотя у меня просто молочный тоже есть. И он не такой вот. Это такой именно такой цвет, как вот он под ног. Странный молочный. Какой-то молочный, хрен знает, бежево, зелененький. Я не знаю, как это писать цвет. И вот тут я впихнула кисточку, которую использую. Обалденная кисть. Мне она очень нравится. И вообще, в последнее время, когда я показывала эти кисточки, я их покупала, там что-то там, пару штук подряд. И очень осталась довольна этой фирмой. Так что, если вы хотите ищите кисточки, фирма Боя, это просто прелесть. А эту кисточку, которой сейчас я наношу гель, я покупала в каком-то там магазине, типа Тедди, знаете, такой, они были для, естественно, рисования. Я вот именно купила их, то есть они такие маленькие. И это моя любовь, наносить гелем. Гель люблю я этими кисточками. И даже делаю и мне вот этот амбре растушевку, тоже классно получается. Классная кисточка. И мой любимый ботеночек, которым я делаю опил. Недавно рассказывала, что ко мне приходила клиентка, попросила меня опилить ей вручную. Ё-пас, это это. Я не знаю, сколько опилила, минут, наверное, 40. А если я опиливаю фритвой, ну, это буквально, там, не знаю, ну, минут 5, ну, не знаю, максимум 8, да там еще там, плюс там, подпилить еще торец, пилочкой подровнять, ну, минут 10 всего лишь. А то я опилила вручную, но она не вернулась. Слава тебе, Господи, мать вашу. Я так мечтала, чтобы она не вернулась. Но больше я пилить вручную никогда в жизни не соглашусь. Я считаю это издевательство, ведь ей неприятно, а мне, мне было приятно. А вот, кстати, утрочком перед озвучкой, прочитала в фейсбуке один пост, девочка пишет, девушки, еще мастер, который мне сделает с Павелом Гиллакс, 25 евро. И там на нее накинулись, я птирьмоптир. Ну, то, что таких центов нету, она, естественно, хоть подешевле, но подешевле, я считаю, что, ну, купи ты себе сама этот набор и делай. И там будет за 25 евро, хочешь за 15, хочешь за 5, как хочешь, так и делай. И вот, возвращаемся к дизайну, который на моих ноготках. Зон. Обалденный, обожаю вообще оранжевый. Оранжевый, это тот цвет, который могу носить постоянно. И вот, видимо, тогда я как раз нарастила себе ногти, и это было после коррекции, ой, да, после коррекции салона. И потом, сколько я правую руку носила месяц, левую руку несколько раз переделала, ну, там, были психиуленки. И вот уже я сделала себе зеленый, поэтому в кадре, где я выставляю делаю зеленые, зеленые ноготочки. И вот тут у меня по расписанию там идет кошка. Кстати, у меня она заканчивается, надо докупить ее тоже на Алике. Кстати, у этой фирмы Мисси, у них обалденные кошки. Именно по качеству они такие вот густые, и покрытие у них прям супер-пупер. И, естественно, делаем кошечку. Это делать для того, чтобы там верцало из-под стемпинга. И в ее случае мы просто выбрали более такой мелкий рисунок. У меня такие более грубые цветы, ну, лепесточки, а у нее более нежные. Я считаю, так смотрится, дизайн намного изящнее. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. И не пишите мне комментарии, уж у меня сегодня был голос. Заболела я. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok